Привет, это Welcome Tour факультета ИТАБД. Ну, сама познакомлюсь и вам расскажу. Пойдемте. Я с детства хорошо ладила с компьютерами, но поняла, что хочу поступать именно в сферу IT примерно два года назад. Узнала именно о информационной безопасности прошлым летом, когда пошла на курсы погружения в профессию специалиста по кибербезопасности. Где нам вообще рассказали, что это такое, кто эти люди, чем они занимаются. Я окончательно поняла, что хочу именно на это направление, когда осенью готовилась к Национальной технологической олимпиаде по информационной безопасности. И в рамках подготовки я узнала о многих ее аспектах более глубоко. Я смотрела список топовых вузов по информационной безопасности, и финансовый университет был на одном из первых мест. И поняла я, что хочу именно сюда поступать. Когда пришла на день открытых дверей, и руководитель информационной безопасности сказал, что в то время как остальные вузы делают порт на более технические аспекты, допустим, разработку программного обеспечения, борющегося с хакерами, то наш вуз, он в основном направлен на управление тем же самым программным обеспечением, и также дает какие-то аспекты экономического и финансового образования. Я поняла, что это любовь, да? Я ночью буквально, по-моему, 0.30 на часах, и я вижу в чате кто-то написал, что вышли проекты приказов. Я смотрю, у меня просто слезы из глаз, прилив адреналина, и все, мысль, что да, это реально, я поступила. В ближайшие 4 года я здесь. Вот он, корпус «Силиконовая долина финансового университета». Метро «Рязанский проспект», 4-й Вишняковский проезд, дом 4. При выходе из метро написано «Финансовый университет», не потеряетесь, одно из самых высоких зданий в округе, из самых красивых, конечно же. И моя новая альмаматор. О, это «Аврора», крупнейший разработчик российского программного обеспечения и один из мощных партнеров нашего вуза. Мы с вами здесь окажемся, наверное, даже что-нибудь изобретем, разработаем. Давайте посмотрим, что ли. Здравствуйте. Вы сейчас находитесь в лаборатории «Аврора». Ложки в «Карвровке». Это первая мобильная операционная система. Для телефонов, для планшетов. Заработчиком является компания «ВМП». Данная компания открыла лабораторию в нашем университете. Мы занимаемся разработкой как программного обеспечения. Также работаем с датчиками. Например, студенты сделали небольшое приложение. У нас в данный момент датчик подключен к розетке. Мы просто проверяем загрязненность воздуха в данной аудитории. В данный момент у нас загрязненность можно оценить чуть-чуть похуже, чем на свежем воздухе. У нас здесь кондиционер, который работает нормально. У нас здесь работают студенты. И у нас есть одна особенность, которую я считаю главной. Мы очень десно интегрированы с компанией «ВМП». И студенты постоянно проходят стажировки, практики и так далее в этой компании. Они за это получают деньги. То есть по факту они работают на часть ставки, решая конкретные производственные задачи. И когда они выходят из института, они уже имеют некоторый реальный стаж. Супер! То есть только начав учиться, можно уже монетизировать как-то свои способности. И он нас в нашу лабораторию. Хорошо, обязательно приду. Спасибо. На территории университета и конкретного нашего корпуса есть места, где студенты могут после окончания занятий собираться и вместе работать, например, над выполнением домашнего задания или каких-то других проектов. У нас есть два каворкинга, библиотека, медиатека, где предоставлены все удобства, чтобы студенты могли спокойно работать и развиваться. О! Кофекс. Моя любимая кофейня. Интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. А какой кофе у вас есть? Что появится на этих витринах 1 сентября? 1 сентября ждем очень много. Большой ассортимент из сладкой выпечки, также из сырного, ланчи у нас будут, салаты будут. Еще на сайте доработки суток. Ну, раз, наоборот, будем оставлять их. Обязательно, погреть тоже здесь можно будет, то есть есть покушать. Напитки, кофе, чиней разного рода, сезонные напитки скоро появятся. Вот с 1 сентября у нас как раз стартует осенний новый сезон. Ждем вас к открытию, будем рады всегда видеть. Обязательно приду, спасибо. Подкрепились, можно и продолжать экскурсию по нашему факультету. Здравствуйте, Вадим Геннадьевич. Так, вы меня знаете? Да, вы наш декан. Очень приятно. А вас нас зовут? Дарья. Дарья, очень приятно. Здравствуйте, очень приятно. Вот, вы поступили к нам на первый курс? Да. На каком-то управлении? Информационная безопасность. О, замечательно. Любите IT? Да, известно. Что вам рассказать о будущем? Можете рассказать, что следует сделать первокурснику, который только пришел, ничего не знает, какие первые шаги сделать. Я сейчас вам все расскажу. Давайте пойдем по нашим факультетам. Я вам покажу один уголок, который очень знаковый для нашего факультета. Вы, прежде всего, должны открыть широко глаза, уши, внимательно слушать и получать информацию. Вы получили билет на 1 сентября? Да, только сегодня. 1 сентября будет большой праздник второкурсника. А после этого вы приедете в самый главный зал нашего финансового университета, в Дубльский зал. И там мы для всего первого курса нашего факультета проведем организационное собрание. Мы вас познакомим с руководством факультета, с деканом, с занятителем декана. Познакомим вас с вашими кураторами. У каждого направления есть свой куратор. Это как бы ваша мама, которая будет вам рассказывать, как и что делать в первых шаге, и вам все расскажут. Внимательно смотрите, и все это будет вам рассказывать. Но кроме этого, вам очень важно познакомиться со своей группой. Со старостой, которая вам будет террически напоминать, что нужно учиться. Я надеюсь, уверен, что вы отличная будущая студентка. С вашими друзьями. Потому что у нас есть факультет. Это большая семья. А ваша группа – это маленькая семья. И кто знает, может быть, среди ваших будущих одногруппников окажется действительно след вашей будущей семьи. А вот смотрите, что здесь у нас. Это первая капельная Альфа-банка. Она не там открыта? Вау. Пойдите, стыгнуть. Да. Большую помощь новопоступившим оказывают координаторы. Насколько я знаю, это ученики старших, которые отвечают абсолютно на любые наши вопросы. Так я узнала, какая справка нужна для физры, что конкретно в ней должно быть написано. Многим ответили на вопросы по поводу общежитий, что такое роль старосты, подробно объяснили очень. Рассказали разные плюсы, минусы, загвоздки в обучении, какие-то советы, которые могут помочь. Объяснили, каким может быть расписание. Рассказали о том, чем различаются корпуса, что на первых курсах мы будем только в этом, кроме физкультуры, возможно. На следующих есть вероятность, что мы будем уже ехать в какие-то другие корпусы. Ух ты! Как красиво! Мы оказались в самом красивом месте нашего факультета. Это называется место AlfaSpace. По сути дела, это цифровая кафедра AlfaBank. Она была открыта в июне этого года. И здесь будут учиться наши студенты. Будут проходить и занятия, проводить мастер-классы, хакатоны. Много-много интересного. Здравствуйте. Как быть, Александр Игоревич? Рад приветствовать вас у нас на новой кафедре. Это действительно потрясающее новое место, точка притяжения, активности всех молодых людей, будущих исследователей, специалистов. Здесь очень много различных интерактивных и цифровых средств. Недаром кафедра называется цифровой. Это две большие панели для демонстрации для слушателей. Интерактивная доска. Я позволю себе здесь маленько рисовать. Все столы можно передвигать, они очень легко двигаются. Передвижная перегородка, она позволяет помещение разделить на две части, закрывая наглухо одну часть от другой. Можно, соответственно, хакатоны проводить в моих домах. Например, это будет информационной безопасности, команда красных, команда синих, и слава другие части, и экономить больше мероприятий. Все это новое стандартное образование. Две очень хорошие качественные видеокамеры. Они позволяют делать онлайн-трансляцию всех мероприятий, которые здесь происходят, на всю страну, вообще на весь мир, в интернет прям онлайн-стрим. Все обсуждения, какие-то соревнования и так далее, могут прям сразу же в интернет транслироваться, набирать там тысячи лайков. И, кроме того, мы можем сюда, на этот экран, вывести коллег из других вузов, из других организаций, из того же самого альфа-банка, который, собственно, все это создал. Да, Владимир Покошинский, наш выпускник, где-то было торжественное мероприятие летом, открытие вектора. Здесь есть еще несколько интересных, очень артефактов. Это книги, подаренные Владимиру Покошинским. Здесь они находятся с его подписью. И здесь будут проходить не только на мероприятии непосредственно в контексте Альфа-банка, но еще там другие с этим факультетом. Это кайфодер в составе факультета. Я желаю вам, конечно, включиться в этот стрим, включиться в образовательный процесс на новой кафедре, получить лучшее образование. Мы считаем, что кафедра должна быть кафедрой номер один. Ну, то есть, альфа-кафедра по определению не может быть не первой. У нас есть история со студенческими олимпиадами. Более того, это олимпиады, в том числе, и соревнования по информационной безопасности, по искусственному интеллекту и так далее. Поэтому у вас впереди большие горизонты. Дарья, заходите. Это еще одна из наших аудиторий. Здесь можно разместить 120 студентов. Они слушают лекцию. Вот, Дарья, смотрите, вы к нам вступили. Очень приятно, что вы участница, победительница ряда олимпиад. Вот, олимпиадников очень любим. У нас регулярно поступает несколько десятков. Это наши лучшие студенты. Надеюсь, что вы будете тоже такой же. Вот, также мы, конечно же, рады видеть людей, которые уже сейчас имеют навыки и программирования, вот, и людей, которые не боятся, готовы учиться. Учиться, на самом деле, на нашем худеть непросто. Вот, но те, кто хотят получить знания, получают. Те преподаватели, которые вы увидите, они очень хорошие преподаватели. Я уверен, что вы сможете научиться. У них многому. Они вас обучат и профессии. У них масса практиков, которые работают в реальных компаниях, в IT-компаниях, в компаниях по кибербезопасности и так далее. А если я хочу изобрести что-нибудь невидимое из области фантастики, то на этом факультете это можно сделать? Не только можно, но и нужно. Потому что у нас есть такая программа «Стартап как диплом». И в этом году три наших студента, притом двое по информационной безопасности, они представили свои проекты и эти проекты как раз их заслуга. То есть они не просто создали что-то невидимое, они еще и получили финансирование. и это все возможно, но только, конечно же, зависит не только нисколько от нас, сколько от вас. Дерзайте, творите, и у вас все получится. И, конечно же, у вуза и факультета в том числе невероятнейшая бурная жизнь вне пар. Есть секции, участники, именно чтобы попасть в сборную происходят отборы, которые публикуются в группе ВКонтакте и на Университет Спорт. А просто для себя ходить в секции, ну, во-первых, можно на физкультуре, но другие, как минимум, спортивный зал, тренажерный зал работает в свободное время. Одна из самых интересных вещей это, конечно же, спортзал нашего факультета. Приглашаю вас позаниматься, поразминаться, подкачать свое тело, потому что айтишникам, как людям, которые много сидят за компьютером, очень важно разминать свои мышцы и развиваться физически. Ну, мне понравился весь факультет, нет такого, что бы мне не понравилось. Особенно запомнились новые лаборатории и аудитории Альфа-банка и Аврора. Очень хочется здесь уже оказаться, да, с 1 сентября и учиться, развиваться, узнавать много нового. Ожидание того, как выглядит айти-факультет у меня очень даже оправдались. Декан оказался очень добродушным человеком, который ответит на все вопросы, поможет в любом случае. Друзья, все, велкам тур факультета Итиабды окончен. Ой, звенит звонок. Все, я побежала учиться. Всем привет, добро пожаловать в Финниверситет. Чего, ночь на дворе, а вы уже здесь. Боитесь что-то пропустить? Ну, получали билеты. Да, поскорее было интересно узнать в корпус вообще какую-нибудь... Серьезно? Вы прям ходили, рассматривали? Мы сейчас еще дальше пойдем посетить Альфа-банк здания. Лаборатория. Лаборатория, да. То есть еще не 1 сентября у вас уже прям сюда манят, тянет? Как вообще ощущения мечты, планы? Хочется вообще учиться? Да, конечно. Вас школа не вымотала? Нормально? Вымотала, но институт это прям что-то грандиозное ожидаем этого всего. Понятно для чего мы это делаем. Начало новой жизни. Я смотрела в ВК всякие выпуски, которые вы тоже выкладывали. Очень интересно было мне, я зарглась этим и вот решила именно фенажку выбрать. Спасибо. То есть это мы все в вас. Спасибо. Ну вот, мечты сбываются. Кем стать? Чего хорошего сделать для человечества? потом? Ну, хочется дальше работать в этой сфере, в сфере IT и в принципе создавать какие-то программы и разрабатывать дальше машинное обучение и в принципе как-то развивать эту сферу. А какую самую безумную фантастическую программу хотите создать? Вы же должны мечтать. Знаете, вот у меня всегда была мечта создать какое-то приложение свое, поэтому вот что-то вот такое хочется уметь делать. Очень интересно. А у вас лучше что-нибудь вот такое прямо из разряда фантастики. Очень хочется дальше развивать искусственный интеллект, как-то все совершенствовать. Как раз сейчас приведет. Да, в принципе, изучать, как это работает. Это тоже очень интересно. хурай! Легенашки! Легенашки! Продолжение следует...